Казахстан и Канада довольно успешно работают в целом В ряде отраслей, одна из них урановая промышленность Цель визита связана с тем, что мы продвигаем очень важный инновационный проект Который реализуем совместно с компанией Камека В рамках программы форсированного инновационного развития нашей страны Должен упоминать, что глава государства Назарбаевна Установившись на последнем совещании, посвященном итогам первого полугодия Реализации данной программы Дал особое поручение и обратил внимание всех участников На инновационный характер данной программы И речь о том, что успешно работает наше совместное предприятие НКИ совместно с компанией Камека И сейчас идет разговор о выходе на новый этап сотрудничества Мы успешно добываем 2000 тонн урана в год Вышли на этот уровень И дальнейшее развитие наших отношений связано с реализацией проекта По созданию конверсионного производства в нашей стране Процесс довольно тяжелый, поскольку цены на услуги по конверсии урана То есть превращение уран-3О8, того продукта, который производит наше совместное предприятие В порцию гексавторит урана, который идет на обогащение Необходимо для получения и изготовления топлива для атомных станций Тожно сказать, что Камек обладает наиболее совершенными технологиями в мире По афинажному производству То есть получение из уран-3О8 уран-3 продукта Ну и дальнейшей конверсии к превращению уран-3 уже в гексавторит урана Значит, мы во время визита посетили предприятия Крупнейшие в мире и лучшие в мире предприятия по афинажу и конверсии В Блейд Ривери предприятия и предприятия в Порт Хоуп Очень интересно было увидеть технологии, пообщаться со специалистами Пройти по всем производственным участкам Посмотреть особенности технологии Должен сказать, что эти предприятия работают по принципу нулевого сброса Ничто, никакие отходы в окружающую среду не вбрасываются Полностью запомнутся ни в воздух, ни в воду Каким-либо твердые отходы Значит, речь идет о том, чтобы создать такое производство в нашей стране И мы работаем над этим проектом Он очень серьезный Он требует необходимых условий для реализации этого проекта Конечно, является подписание соглашения между нашими странами О мирном использовании атомной энергии Без которого невозможна передача таких высоких технологий в нашу страну В этом году, мы надеемся, закончится процедура согласования Уже окончательных текстов в государственных органах Как Канады, так и в нашей стране И мы сможем в конце года выйти на окончательное подписание Ратификацию данного соглашения Это откроет нам возможности реализации этого инвестиционного проекта Этому была посвящена и наша поездка в частности Проект сложен в финансовом отношении, в технологическом отношении Но это позволит максимально диверсифицировать нашу промышленность Выйти на новые технологические переделы И, конечно, увеличить свое присутствие на международных рынках Разделение труда по созданию топлива для атомных станций В провинции Антария находятся два предприятия ураново-топливного цикла Блайн Ривер Это предприятие, которое перерабатывает тот природный уран Который мы добываем и учащаем в нашей стране В том числе и совместном предприятии Инкай С канадской компанией Камека Превращает его в соединение уран-О3 Это одно предприятие достаточно большой мощностью 24 тысячи тонн этого продукта И второе предприятие, которое находится на достаточно большом расстоянии от него Это предприятие в городе Кеманико-Порт-Хоу Который из уран-О3 изготавливает гексов-танитуран, уран-О6 Изготавливает уран-О2 То есть тот порошок, который идет на изготовление уже топливных таблеток Для теплоуделяющих сборы, которые располагаются в бланкете То есть в экранах реакторов, работающих на тепловых нейтронах Это вот введенные реакторы, реакторы кипящие Значит, вот именно этих двух производств и нет в Казахстане Именно эти производства мы сейчас планируем создать в Казахстане И этим будут связаны их посещения И я уже оговорился, что это самые совершенные технологии, которые нам известны Ну, я вам скажу, вот в Торонто у меня часы Которые измеряют мощность гамма-излучения Ну, радиационный фон Сейчас он здесь составляет 6 микроэнген в час Либо 0,06 микроэнген в час На площадке Порт Хоупа и Бланет Ривери То же самое, та же самая активность На предприятиях Тот же самый фон, как и здесь в городе Но за исключением складов с готовой продукцией Где несколько повышенный фон Это естественный фон от урана, который есть во всем мире То есть казахстанцы не могут бояться, что какая-то радиация будет повышена Вокруг этих производств Нет, это работа с обедненным ураном Тем более, я уже говорил, что эти предприятия работают по принципу нулевого сброса Ничто в окружающую среду не сбрасывается Люди ловят рыбу, рыбная ловля, охота Все это находится в прекрасной природе Никаких проблем нет Канадская компания Камека Имеет свой бизнес в Казахстане И они, конечно, зарабатывают на нашем совместном предприятии деньги И считают о том, чтобы мы имели свой бизнес в Канаде И так же зарабатывали такие же деньги в Канаде И об этом мы договариваемся И отрадно то, что наши канадские коллеги понимают справедливость такого кофту Такой интересный очень вопрос Казахстан, его лидер, президент Назарбаев Отказавшись от ядерного оружия, добровольно четвертого в мире по мощности потенциала ядерного Имеет право развивать мирную атомную энергетику Мирную урановую промышленность Имеет просто право Значит, я должен сказать, что все те решения, которые приняты ранее Нашим президентом, нашим парламентом, нашей страной Были поддержаны всем мирным сообществом И вызывают громадное уважение и благодарность нашей стране, нашему президенту Это я чувствую, встречаясь с каждой из компаний С каждым государственным органом здесь в Канаде и в Соединенных Штатах Америки Но важно не только это То, что было сделано, это сделано Но мир не становится безопаснее Что делать дальше? И вот на втором саммите Мы обсуждали эти вопросы вместе с специалистами здесь Казахстан высказал целый ряд совершенно конкретных предложений И президент их назвал И мы говорили о том, как их реализовать Ну, в частности, могу сказать об одном предложении Которое звучало из уст нашего главного государства О создании в Казахстане Впервые в мире Такого странового пилотного проекта По созданию государственной системы контроля и учета Урана и урановых материалов Нет такой в мире системы Есть дополнительный протокол к договору о распространении ядерного оружия Который идентифицировал наша страна Который предполагает контроль за производством урана Но нет ни в одном документе о том, что страна создает систему контроля и учета Причем она будет работать в режиме онлайн Вот такое предложение прозвучало из уст нашего президента Мы работаем над этим Мы обсуждаем его с МАГАТЭ Обсуждаем со всеми нашими партнерами в стране Это и с японскими компаниями С китайскими, российскими, французскими, канадскими Обсуждаем его с Министерством энергетики США И мы начали реализовывать эту идею вместе И под зонтиком Международного агентства по атомной энергии Значит, вот Вот эта деятельность Казахстана И то, что Казахстан стал страной номер один в производстве урана, природного урана Конечно, вызывает большое уважение в целом и к нашей стране, к нашему народу, к нашему инженерам И, безусловно, к нашему литеру, нашему президенту Я ощущаю это везде И об этом знают все специалисты Продолжение следует... Продолжение следует...